Уважаемый Миличенко, Роман Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, тренер профессиональных медиаторов и адвокатов. Тема доклада «Рамки в социальных сетях проверено на адвокатов». Добрый день. Город Самара. Вечер. Квартира. Перед монитором сидит человек. Это адвокат Андрей Соколов. Он пишет какой-то документ. У него открыт браузер, фейсбук, там что-то пикает, он иногда смотрит. И увидел картинку «Самарские дороги». Ну, «Самарские дороги» можете себе представить, что это такое, примерно хотя бы. Знаю, ужасно. И он, тут он сделал рукой вот такой жест, после чего он вошел в историю. В историю дела Андрея Соколова. Идея следующая. Идея свободы высказывания в сетях. В этой площадке я об этом буду говорить, потому что это актуально сейчас для всего населения, для всего гражданского общества. А так как адвокатура является, знаете, таким рафинированной частью гражданского общества, и мы, адвокаты, среагировали на это, ну, вот в этой ситуации очень ярко. И очень ярко, и мы можем сейчас, я сейчас вам этот кейс раскрою дальше, мы можем четко увидеть, что происходит сейчас с возможностью высказывания в социальных сетях. Итак, сразу я скажу, как ученый, я исследовал этот вопрос, о чем здесь идет речь. Здесь идет речь о средах. Мы живем в разных средах. Есть среда домашняя, есть среда рабочая, есть среда развлечения, и нас детство учат, как себя вести в разных средах. И мы знаем, приходим мы в гости, и мы там не ведем себя так, хотя нам говорят, ведите себя как дома. Но мы же так себя не ведем. Мы понимаем, что там есть определенные правила. Социальные сети – это новые среды. И люди не знают, как там себя вести. И именно поэтому они не знают рамок там. Именно поэтому возникает вопрос, надо это урегулировать, и адвокаты первые, которые взяли за это регулирование. Так как я наблюдал за этим процессом изнутри и снаружи, изнутри меня адвокатская палата пригласила участвовать в процедуре урегулирования этого вопроса, создания правил поведения адвокатов в сети. Я был практически наблюдателем, мои коллеги, вот здесь трое сидящие, были там основными лицами. Я был наблюдателем, мне было интересно посмотреть, как ученому, что произошло. И с другой стороны, я смотрел на реакцию адвокатов. Я езжу по России от Сахалина, я наблюдал, до Белгорода. Как адвокаты на это реагировали. Итак, как реагировали законодатели. То есть, кто начал регулировать поведение адвокатов в сети. Ужесточить. Знаете, у меня самого, я вообще человек такой мягкий. Но у меня тоже, я когда сижу и думаю, надо ужесточить. Надо вот что дать, вот так вот, чтобы они вот так вот сделали. Начиналось как рекомендация, а закончилось как правилами. Это вот такой рефлекс, что ли, такой у законодателей. Я не знаю. Но я теперь понимаю, депутаты в Государственном Думе, они не такие злые, как хотелось. У них рефлекс такой. Все уточнить, четко дать. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Это если сделаешь, мы тебя вот так. Как реагировало адвокатское сообщество? Когда им сообщал, когда говорил, знаете, сейчас вот готовятся правила. Какие такие? Вы что? Не надо нас трогать. Оставьте. Это другая крайность. Вот это сцилла и харидда. Ужесточить и отпустить. Вообще не трогать. Здесь необходимо что-то делать. Выражаясь словами наших бывших братьев. Что роботы? Что делать? Что делать? Я предлагаю, сейчас вам предложу два варианта. Первый вариант от международного сообщества. А другой от Томаса Лобса. Чудобное сообщество, это международные правила поведения в социальной сети. Там есть прекрасная фраза. Вначале эта фраза была в проекте. Потом ее выморали. А выморали потому, что, знаете, слишком по-европейски. Вот как-то не по-нашему. Мне нравится. Фраза следующая. Юристам не следует делать и говорить что-либо в сети, чего они не сделали бы или не сказали бы перед толпой людьми. Человек, сидящий перед своим монитором, в трениках, с чаем, думает, что он один. И что он может делать все, что угодно. Но когда он в сети, он не один. Вокруг него десятки. Иногда сотни. А иногда тысячи людей наблюдают за его действиями. Он должен это понимать. А психологически мы думаем, что мы одни. О, кто-то. А, все ушло. Нет, мы не одни. Если вот это понять, одно вот это понять, уже многие риски уходят. Я вот, знаете, по себе. Я когда читал дело Соколова, в это время я что-то щелкал. Знаете, я потом полез обратно, и оказалось, я такую гадость щелкнул. А там была такая гадость. Дело в том, что это была Самарская дорога, но обильно снабжена нецензурной бронью. Вот это все. Вот это все было нецензурной бронью. То есть надо смотреть, проверять, что вы щелкаете. Да, вы не плохие, правда плохие. Но форма, в которой это выдается, она не позволительна для адвокатов. Я здесь согласен с адвокатской палатой Самарской области, которая, ну, просто сделала замечание, но замечание, мне кажется, правильное. Ну, контролирую. Я действительно с тех пор стал себя лучше, недостаточно, но лучше контролировать. И второе правило от Томаса Гоббса. Я ему доверяю, потому что Томас Гоббс жил в времена, когда у англичан были большие проблемы. Вы знаете, что англичане самые вежливые люди сейчас. Но они были не таковы, не всегда такие. У них, помните, когда они убили монарха своего, у них были большие трения внутри общества. Кровь лилась, было все. И они, в конце концов, придумали одно правило. Вежливость. Пятый закон, Томас Гоббс написал одно из произведений Левиафана, у него есть пятый закон. Закон называется любезность. Будьте любезны. Вот то, что я сегодня наговорил членам в вопросах, я прошу прощения, я не всегда был любезен, можно было бы и мягче, но вы подбирайте слова. Люди, они иногда говорят такую гадость, так неправильно. Но подумайте, они все-таки люди. И обличите свое возражение или свои тезисы более мягко и любезно. Будьте любезны. Спасибо. Благодарим. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы и высказывания по содержанию доклада. Уважаемый Роман Григорьевич, есть у аудитории? Да, пожалуйста, услышите вас. Адвокат Роман Григорьевич, адвокатская палата Санкт-Петербурга. И вот такой вопрос, сегодня после вашего выступления, не ходим в район. Имеет ли правовое значение или должно ли иметь правовое значение то, что адвокат выступает в качестве частного лица или в качестве адвоката в сети? Это первый вопрос. И если информация, например, распространяется в сети адвокатам в рамках закрытой какой-то группы или среди друзей, имеет ли это тоже юридическое значение или не имеет? Или должно иметь или не должно иметь? Спасибо за вопрос. Вот вы прям, знаете, по точкам стали бить. Действительно, в комиссии это было исследовано. И в деле Соколова также это есть. Первое. Это называется, у присяжных поверенных называлась сфера дисциплинарной власти Совета. То есть корпорация должна контролировать адвоката всегда-всегда-всегда или только тогда, когда он выполняет профессиональные обязанности. Здесь было решение следующее. Если адвокат в сети позиционируется как адвокат, у него написано «адвокат Соколов», или по тексту видно, он говорит «я как адвокат», то есть если он позиционирует себя в качестве представителя этой профессии, это подпадает под действия дисциплинарной власти Совета, говоря, можно и современным языком. Второй вопрос был тоже. Напомните, пожалуйста. Сейчас распространяется в связи с закрытой корпорацией. А, закрытая корпорация. Значит, здесь следующий был вопрос. Сеть такая вещь, что вы не… Вроде, да, ответ такой. Если закрытая корпорация, вы специально ее сделали, вы специальную группу, и там общаетесь только. Это не выходит за эти рамки. Но есть такие риски. Сеть такая вещь текучая, просачивающаяся. То есть информация может уйти. Нет гарантии, что она не уйдет из этой группы. И даже если группа мега супер закрытая, вот лучше там соблюдать хотя бы форму. Ну, без мата, например, без каких-то… Я так понял разъяснение. Я уточню еще вопрос. Но, в ваш взгляд, носит ли это публичный характер или не публичный характер? Что именно? Общение… Вот в моей группе три тысячи человек. Это закрытая или открытая? Открытая. Потому что получается, если мы… Нет, я только по приглашениям туда. Добавляю только по приглашениям. Это открытая или закрытая? Закрытая. То есть я не могу определиться с критерием, что такое закрытая и открытая. Я бы так, я бы универсально сказал. Какая бы группа ни была, необходимо корректно себя вести в этой группе. Как бы все равно чувствовать, что ты перед толпой. Потому что рано или поздно мы должны прийти к квалификации все-таки действий как публичных и не публичных. Вот, мне кажется, к этому мы должны возводить сомнения. Эти ситуации… Да. И если эта группа, так сказать, какая-то закрытая, она носит не публичный, скажем так, характер, или должна с юридической точки зрения не публичный характер, тогда другие правовые последствия… Вот в том, знаете, риски. Особенность сети, что понятие публикус и цивилис размывается. Вот непонятно, когда ты цивилис, а когда ты публикус. Вот четко нельзя понять. А если четко нельзя понять, лучше действуйте, как будто вы перед толпой людей. Вот правильно. Лучше одно золотое правило – следить за речью в толпе. Закон формальной логики. Одно зерно – это зерно, два зерна – это куча. Молодец. Можно? Да, пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Вот два вопроса распадаются, точнее, на два вопроса. Но любой контроль, он, как известно, от имени какого-то носителя, субъекта этого контроля… Саиреном. Да, совершенно саиреном. У этого носителя есть определенные принципы, понятия, так сказать, свои собственные причем. Следовательно, возникает вопрос, а верны ли они от субъекта, который контролируют? И второй подвод у нас – вопрос компетенции. А компетентен ли ты оценивать какое-то суждение, с той точки зрения, какое-то место в обществе занимаешь? Если мы занимаем сугубо в своей профессии профессиональное место, да? Кодекс профессиональной этики, комиссия квалификационная работает в сфере профессиональных услуг, юридической помощи. Вот как этот вопрос, с вашей точки зрения, должен решаться даже независимо от того, что адвокат позиционирует себя, пусть позиционирует себя адвокат, но пишет о способах марки борща, да? Или засолки огурцов, и там допускает нечто такое сомнительное, с точки зрения, да? И тем не менее, субъектом является адвокатская корпорация, да? Правильно она, не выходя из сферы своей компетенции, выносит какие-то суждения по поводу общих вопросов марки борща, поэзии, нравственности, отношения к Кудрину и прочее. Хорошо. Спасибо за вопрос. Вы, я так понимаю, вы предлагаете вводить еще один критерий. Не только субъектный, субъект выступления адвоката, но и то, о чем он говорит. И говорите вот о этой сфере, если он говорит об этой сфере или в этой сфере, он тогда подпадает под власть совета. Нет, не подпадает. Я правильно понимаю? Тогда нет власть совета, да. Я думаю, знаете, эту сферу, опять, я как практик не могу понять, как ее различить. То есть адвокат пишет о том, как варить толп для взрыва. Вроде бы к адвокатской деятельности никакого отношения не имеет, но я думаю, что здесь что-то есть неэтично из позиции адвокатской корпорации. То есть я думаю, этот критерий, если мы будем его вводить, он будет очень, мы просто не сможем его отследить, будут споры. По субъектам и то сложно, но можно. А по сфере высказывания, это, мне кажется, мы слишком большая шерсть. Ну я-то тоже считаю, что комиссия, когда дала ответ на эти вопросы, она поступила мудро, проигнорировала такую-то часть, потому что нам до сих пор неповеренность. Ну комиссия там, вот это дело Соколова, она его защитила. Она его защитила, она... И на первый вопрос... Я комиссию этики стандартов и рекомендации. Мы их немножко все равно абстрагировали. Ну вообще статья хорошая была в газете. Вот, и по поводу первого вопроса, я все-таки опираюсь, опять же, на Томаса Гоббса, который говорил о суверене, о носителе верховной власти. Идея такая, я думаю, это подтверждается, и сейчас это подтверждается. Что суверен скажет, какое правило он скажет вести, то и будет введено. Но... Что суверен скажет, то и законы, пошли то. Но, если суверен хочет быть мудрым, если суверен хочет в истории остаться как носитель истины, хорошо бы свои идеи отдать на критику обществу. Чтобы общество, чтобы это прошло горнило критики. Чтобы какой-то бред... Нет, суверен не может бред. Что-то такое не совсем истинное могло быть увидено, ему показано, скажем, вот это можно было бы им не взводить. То есть, вот эта практика, которую ввела Федеральная Палата, публичное обсуждение некоторых законопроектов, мне кажется, это очень сложно. Я понимаю, как суверен беспокоится, что его критикуют. Но это очень важно. То есть, не пройдет откровенное... Ну, не пройдет что-то. Ну, ладно, не пройдет. Спасибо. Спасибо. Еще вопросов? Ну, раз вопросов больше нет, тогда перейдем еще к одному докладу. Это мой доклад, посвященный проблемам обеспечения гарантии независимости адвоката в Российской Федерации. Рассчитываем то, как я даёшь. Это мой доклад. Я не знаю, что мне было никак, что в будущем было бы, что не я ищу, почему-то, Это сила.